Английский язык, 7 класс, Афанасьева Михеева, юнит 2, упражнение 46, у меня страница 48. A. Нам нужно дополнить предложение, используя правильные adjective, прилагательные, из таблички сверху, то есть мы их разберем, а затем B. Нужно дополнить предложение, используя или же глагол B, или глагол get в правильной форме. Это мы тоже разберем в этой табличке-рамочке. Первое. Быть, to be. Быть или не быть, to be or not to be, в общем, в курсе. А второе. Get. Это значит стать, это значит превратиться, это значит перейти в другое качество. Но давайте разберем на примере. Итак, быть. Какими мы можем быть? Be sick. Быть больным. Be tired. Быть уставшим. Be lost. Быть потеряшкой, да? Быть потерянным. Ну, заблудился, я говорю, I am lost. Я заблудился. Потерялся, в смысле заблудился, потерялся. To be hungry. Быть голодным. To be thirsty. У нас нет такого варианта в русском, одним словом, чтобы сказать, ну, или, не знаю, жаждущий какой-то, который пить хочет человек, он говорит, I am thirsty. To be dark. Быть темным. To be late. Быть опоздавшим. To be dirty. Быть грязным. To be married. Быть замужем или женатым. To be cold. Быть холодным или, ну, кстати, если вы говорите, I am cold, это не значит, что я холодный, значит, я замерз. Ну, то есть вот такой вариант также возможен. To be warm. Тоже или мне тепло, или что-то там у нас теплое. To be dry, соответственно, в общем, это сухой, wet, это наоборот мокрый. Sunny. Солнечный. Я уже так начну просто переводить прилагательные. Windy – ветреный. И cloudy – это облачный. То есть смотрите, по примеру. In June it is never dark in St. Petersburg. В июне никогда не бывает темно, или никогда не темно, если дословно, в Санкт-Петербурге. То есть это глагол to be. If you are hungry, have a sandwich. Если ты голоден, съешь бутерброд. Ну, или сэндвич. И how long have you been married? А сколько времени вы женаты? Или ты женат, или замужем. Ну, тут не так важно. Здесь, видите, вообще пёфок стоит. То есть у нас этот to be склоняется. В общем, мы его во всех практически временах можем сказать. И главный их смысл, главный перевод, вы уже давно это всё знаете. Теперь более, скажем, новый вариант, который вы реже, возможно, встречали, это те же самые прилагательные, если они стоят с глаголом get. Что главное здесь понять? Это ваше состояние. Если вы, например, hungry, то вы вот сейчас голодны. А что же такое, если вы get hungry? Это означает, что у вас, ну, скажем так, из одного состояния, вот действительно вы перешли в другое. То есть вы были сыты, а потом постепенно бабах, и вам стало хотеться кушать. То есть вы проголодались. Вот это вы будете говорить с get. Или вам было тепло, а потом вы замёрзли. Это будет именно с get. Get cold. То есть здесь у нас, видите, получается превращение в какое-то другое качество, перейти в другое какое-то состояние. То есть стать каким-то. Давайте, опять же, с этими же прилагателями разберём, что же у нас с getом будет переводиться. Итак, to be sick, напомню, это быть больным. А to get sick – заболеть. To get tired – устать. То есть, видите, процесс. Прямо процесс, как это поменялось у вас состояние, это и есть устать. Get lost – потеряться. Но вот здесь, кстати, с lost-ами они очень схожи по переводу, как и bit, так и get. Там надо по контексту смотреть. То есть to get lost – потеряться. To get hungry – проголодаться. To get thirsty – именно захотеть пить. То есть вот меняется ваше состояние. To get dark – потемнеть. То есть здесь, напомню, быть тёмным, а здесь потемнеть. To get late – опоздать. To get dirty – ну, как замазаться, to get married – выйти замуж или жениться. To get cold – вот как раз замёрзнуть. To get warm – ну, как согреться. To get dry – высохнуть. To get sunny – ну, это когда стало солнечно, да, становится солнечно. То же самое становится ветрено или становится облачно. Для примера get, кстати, тоже можно в разных временах использовать. Например, вот континиус. It is getting dark. Let's go into the house. Становится, видите, прямо сейчас темно. Давай пойдём в дом. When we get hungry, we'll have pizza. Когда мы проголодаемся, мы съедем пиццу. She says she is getting married next June. Она говорит, что она выйдет замуж в следующем июне. Тут у нас запланированные действия, кстати, из этого континиус. То есть у нас, опять же, ещё раз напоминаю, здесь ваше состояние, а здесь смена состояния, то есть переход в другое, ну, вот, качество. Теперь смотрим. Ну, первым мы вставляем прилагательное adjective, то есть вот что-то из вот этого списка пойдёт у нас в зависимости от перевода. Пожалуйста, приди домой перед тем, как станет, ну, чаще всего мамы просят, да, перед тем, как станет темно. То есть давайте мы в первом напишем тогда dark. Хотя тут вариант, не знаю, перед тем, как станет, возможно, ладно, windy вряд ли. Ну, давайте, не, ну, dark тут, конечно, самый такой известный вариант. Так, первый у нас dark. Please come home before it gets dark. Второе. Если ты что-то там, возьми сок из холодильника. То есть если ты какой? Если ты thirsty, то есть хочешь пить. Как мы это можем перевести? Мои родители дословно стали что-то там 15 лет назад, а стали они, ну, замужние, да, можно сказать, то есть это married. Но вот это вы, скорее всего, встречали. Get married или got married. Это как раз пожениться, выйти замуж. Ты можешь мне помочь, пожалуйста? Боюсь, я что-то там, где станция метро. То есть, скорее всего, вот он как раз заблудился. I am lost. То есть у нас в четвёртом lost. Can you help me, please? I'm afraid I'm lost. Where is the metro station? Затем, почему у тебя руки такие... Что-то там. Ты поливал цветы. Какие руки могут быть после полива? Не, ну, грязные тоже, да? Ну, здесь, наверное, wet всё-таки. Мокрые. Why are your hands so wet? Have you been watering the flowers? Шестёрка. Стало, вот именно кот, ну, тут ещё в поспёфах, где стало так, как-то так, что нам пришлось остаться дома. Скорее всего, ну, наверное, похолодало всё-таки. Видите, процесс поменялся, да? И тут ещё поспёфок. Ну, тут с гетом мы работаем здесь. Ну, скорее всего, про холод речь. То есть тут давайте тогда cold. Может быть, ветрено, кстати. Может быть, windy, как вариант. Ну, скорее всего, cold. It had got so cold that we had to stay at home. Хотя реально, кстати, вариант windy очень даже. То есть так сильно ветер поднялся, сильный, да, что нам пришлось остаться. Ну, в принципе, можете cold. Я знаю, ты какой-то там, иди в кровать и хорошо выспись. То есть я знаю, но, скорее всего, что ты уставший, tired. Чаще всего так говорят. Хотя, может быть, здесь я знаю, что ты болен. Сходи, поспи хорошо. Но чаще я ещё раз напомню. Давайте tired всё-таки. Устал. I know you are tired. Go to bed and have a good sleep. Be. Допомните предложение. Нам нужно здесь вот как раз поработать. Или с be, или с get. Вот это более сложное. Тут мы будем разбирать. Ну, get для вас. Просто ещё раз напомню, более новый такой глагол. Поэтому смотрите на перевод. Итак, твоя сестра замужем. Нет. Что же здесь? Get или тут, кстати, видите, isn't в ответе. То есть, значит, 100% мы, кстати, тут ставим из. Потому что в ответе тут, если что, подсказка уже идёт. Ну, ладно. Сейчас всё равно будем это переводить. Итак, в первом мы точно is поставим с большой буквы. Is your sister married? Твоя сестра замужем? То есть, вот так оно, кстати, у нас и получилось в переводе. В ответе нет. Она собирается, получается, пожениться следующим летом. А вот пожениться – это уже процесс смены качества. То есть, когда она станет, ну, поменяет свой статус в виде уже замужней женщины. Поэтому здесь именно get. Но здесь, кстати, напомню, у нас-то get может, как и be, быть в разных формах. Но здесь всё нормально. У нас как раз идёт get в первой форме. Is your sister married? No, she isn't. She is going to get married next summer. Кстати, забыла напомнить, что be у нас, он-то в предложении принимает разные формы. Поэтому ещё разок. В present simple у нас вариант поставить am is are. В past simple мы можем поставить was или were. В future simple, то есть будущее, обычно мы поставим will be. А есть ещё perfect, и там могут быть have been, has been, had been, ну и так далее. То есть, ну, это вы просто всё знаете, на всякий случай повторили. Дальше. Уже и потом темно. То есть, что уже темно? Уже, скорее всего, стало темно. Почему мы не вернёмся обратно и не пойдём домой? То есть, получается, у нас поменялось состояние, да, то есть было светло, стало темно. Здесь смена состояния, мы работаем с get. Но у нас perfect, как мы по has определили, значит, нужна третья форма этого get. Ну, а это got. Вчера я такой уставший, что я не мог даже помыть посуду после ужина. То есть, какой же он? Он... А, там ещё концовка. Вчера я был, получается, таким уставшим. То есть, тут прям напрашивается глагол be. И, как мы видим, прошедшее время, past simple, I was. А затем, как ты так устал. Ну, дословно, как ты стал таким уставшим. А здесь смена состояния. То есть, как ты так устал. Ну, здесь идёт уже get. В первой форме, потому что прошедшее время, но did у нас, как бы, потом, говорю, обнуляет глагол. То есть, первая форма. Четвёртое. Очень неприятно, когда внезапно, ветрено и облачно. То есть, скорее всего, когда внезапно становится. Ну, а если становится, это у нас get. И теперь, смотрите, у нас present simple. It в подлежащем, значит, будет get's с эсочкой. It's very unpleasant when it suddenly gets windy and cloudy. Не опаздывай в школу, пожалуйста. Ну, это, наверное, слышали. Don't be late. Частая фраза. То есть, не будь опоздавшим, если дословно. То есть, мы ставим be. Don't be late for school, please. Шестёрка. Ты голоден снова? Мы только что позавтракали. Итак, здесь у нас получается... Ну, прям перед вами сидит человек, и вы говорите, ты снова голоден? То есть, это именно его сейчас состояние, он пока ничего там не менял. То есть, are you hungry again? Так, это у нас шестёрка. С большой буквы, но сначала предложение. Are you hungry again? We've just had breakfast. И последнее 7. Если ты... Кстати, вот здесь, смотрите, можно перевести. Если ты заболеешь, мы позовём доктора, ну, или позвоним доктору. Или же, если ты болен, то мы позовём или позвоним доктору. Смотрите, два, в принципе, варианта почти как бы и то, и то можно в жизни реально использовать. Если ты заболеешь... Просто смотрите, в чём разница. Если ты заболеешь, то есть, дословно, если ты станешь больным, мы позвоним доктору, это одно. Это с get. А вот если ты сейчас больной, и мы позвоним доктору, это if you are sick. Ну, мне кажется, более логично, когда мама вам сейчас говорит, да, то есть, вот, ну, а раз ты, если ты сейчас болен, то я, конечно, позвоню доктору. Да, мне кажется, давайте всё-таки через этот be пройдём, то есть, if you are sick. Сейчас, получается, если ты болен, то мы позвоним доктору. Давайте are. Но здесь вот я напомню, что есть ещё второй вариант перевода. Если ты заболеешь, мы позвоним доктору тогда if you get sick. То есть, тут, в принципе, можно доказать и второй вариант. Так что, вот они наши результаты. Отличить, в принципе, be от get в предложении по контексту, ну, возможно, и не суперлегко, но с практикой потихонечку научитесь. То есть, надеюсь, сейчас более-менее это правило вам стало понятнее. То есть, вы в текстах уж 100% встречали этот get. Просто немножко, вот, на примере увидели, как работает get и как работает по сравнению с ним глагол to be.